Здравствуйте, коллеги! Отрадно видеть, что у нас все больше и больше людей посещают такие мероприятия. Ну, как всегда, Московская область здесь, мы вообще все регионы находимся в стадии ожидания, значит, большой федеральной программы. Значит, вроде сейчас уже в рамках указа президентского все сроки определены, в сентябре она должна быть вынесена на утверждение Совета президентского по приоритетным проектам. Но в этой ситуации как бы жизнь продолжается, у нас есть свои собственные приоритеты, о них я хотел поговорить, значит, эти приоритеты у нас носят трехлетний характер. Фактически они касаются пяти основных направлений, где у нас много полномочий. Это государственное управление, здравоохранение, образование, блок вопросов, связанных с безопасностью жителей, ну и, собственно, вопрос развития инфраструктуры связи. У нас так получилось, что у нас по каждому из пяти основных блоков есть пять приоритетов, поэтому рабочее название нашей программы «5 на 5». И при этом приоритеты у нас, в общем, достаточно носят такой конкретный характер. Мы, кстати, с пенсионным фондом в Кулуарах обсуждали, что при всех, значит, их расходах на оцифровку, значит, они один из крупнейших федеральных держателей IT-бюджетов, значит, вот 120 тысяч я как работала в пенс-фонде, так и работает сейчас. Поэтому в настоящем случае мы говорим немножко про другое, что для нас расходы все, они связаны с тремя историями. То есть, первое, либо мы получаем новое качество обслуживания наших жителей или какие-то новые эффекты, либо мы, значит, получаем сокращение их издержек при взаимодействии с нами, либо мы сокращаем свои издержки, там, сокращаем бюджеты, сокращаем людей и так далее. В принципе, у нас заявлено, что оцифровка должна привести, там, к 25-процентному сокращению численности государственных служащих через три года. Поэтому у нас для нас это такой очень жесткий KPI, и в этом смысле мы сами себя в эту рамку загнали. При этом мы считаем, что вот эти приоритеты все-таки, весь опыт нашей работы в Московской области, значит, показывает, что, в принципе, механизм ГЧП, который там еще года 3-4 был такой новацией большой, в общем, эффективно используется. И, в общем, у нас там 6 ГЧП-проектов в сфере IT, и в целом они все успешны, и как-то мы видим для себя конкретные большие преимущества именно в работе с кооперацией. Когда я говорю ГЧП, это не значит, что мы просто платим в долгую, значит, это не какая-то форма, там, сервисных платежей, это потенциально, когда вознаграждение инвестора реально зависит от качества его работы, и это, условно, величина ровно пропорциональна, значит, его усилиям. И понятно, что сейчас опять будут обсуждаться большие тренды по централизации расходов, значит, новое название федерального министерства, значит, опять координация, централизация, единая инфраструктура. В данном случае мы для себя выбор давно сделали, мы считаем, что инфраструктура должна быть централизована, но при этом у каждого ведомства по каждому направлению, которое я обозначил, должен быть свой мощный центр управления изменениями, в общем, вся ответственность и деньги за, как бы, на реализацию этих проектов должны находиться у них. В этом смысле наша задача, чтобы у каждого отраслевика появился мощный центр внедрения этих новаций, технологий, вот, и в этом смысле мы, наша задача его напитать деньгами и помочь с кадрами. Но ответственность вся остается внутри отраслевого блока. Ну, это как бы общие принципы. Дальше хотел просто рассказать про наши приоритеты в каждом направлении. В принципе, у нас такая презентация, она не красочная, она такая фактически тезисная, вот, пять слайдов, пять направлений, пять приоритетов по каждому из них. Я постараюсь прокомментировать каждый из них. Ну, госуслуги для нас остаются таким же приоритетом. Единственное, что мы добавляем туда, три параметра, мы о них как-то говорили. Первое, мы считаем, что срок оказания госслуг в целом всех региональных и муниципальных должен быть сокращен в два раза минимум за три года. Потому что мы очень много говорим, когда мы сделали классный фронт, МФЦ, портал, а как, значит, было там, условно, месяц на рассмотрение и принятие решений чиновникам, так и остается. Вот мы для себя сделали сквозную метрику, что в два раза все сроки должны быть сокращены. Это вот такая для нас тоже мотивация вот обратного. Значит, при этом мы считаем, что по большей части услуг, особенно для услуг для бизнеса, мы должны перейти только на электронную форму взаимодействия. В настоящее время в Московской области каждое второе заявление по региональным и муниципальным услугам уже поступает онлайн, только онлайн. Но мы считаем, что для услуг для бизнеса это вообще должно быть 100%. И самое главное, что мы должны запустить порядка 30 чисто онлайновых услуг, это когда результат предоставляется в момент обращения прямо на портале. Вот это главная история, то есть все мы бронируем гостиницы, все мы это хорошо знаем, и не очень понятно, когда я отправляю форму электронную на какую-то услугу, почему я должен ждать 20-30 дней, пока будет принято по ней решение. Ну и последний пункт, он тоже такой у нас периодически, мы его обсуждаем, это интеграция соцсетями, то есть персонализация услуг в принципе невозможна без социальных сетей, поэтому для себя мы, допустим, выбрали следующую формулу, что мы до конца года вводим обязательную авторизацию на портале с использованием либо ВКонтакте, либо Одноклассники, это будет обязательно, и собственно страница ваша будет собираться в соответствии с вашим профилем в социальной сети. Вот такую форму, я знаю еще одно место, где есть обязательная авторизация в социальной сети, мы не будем называть этот сайт, он очень известный, но в общем мы идем в этом же направлении. Что касается второго блока госконтракты и муниципальные контракты, это сотни тысяч контрактов, в Московской области это сумма порядка 400 тысяч контрактов в год, вот с этого года мы перешли на исключительно предоставление отчетности об исполнении этих контрактов только в режиме электронных документов, электронной отчетности, то есть мы отказались полностью от бумаги. Дальше наша задача полностью сделать всю процедуру автоматического выставления штрафов, пеней, запросрочки, ну и условно сам процесс даже формирования цены, как мы знаем сейчас, многие здесь представители работают с госорганизациями, есть так называемая процедура формирования первоначальной цены контракта, когда рассылаются запросы коммерческих предложений, потом они собираются и считается начальная сумма лота, которая уже объявляется на конкурс или аукцион, вот, и сама эта процедура всегда идет на бумаге, значит, ну и понятно, в общем, в этом смысле все ограничения, вот мы у себя в области запустили уже тоже вся процедура запроса коммерческих предложений, и, собственно, она будет только в электронном виде, и любой желающий на любой итерации сможет дать свои коммерческие предложения. Контроль надзорная полномочия — большой блок, здесь самое главное — полностью уйти от субъективизма в принятии решений чиновникам, куда он выходит на проверку, для этого вся отчетность, которая сдается бизнесом по любому виду регионального муниципального контроля должна сдаваться в электронном виде, должен быть автоматический скоринг и, фактически, автоматическое принятие решения, куда чиновник уйти на проверку. Очень большой блок, связанный с обращением граждан, как я говорил, что количество каналов растет, количество обращений растет просто в геометрической прогрессии, и поэтому нам, в общем, всем органам, это серьезная трудоемкость создает большую в части обработки этих обращений, поэтому здесь главная история — все-таки внедрить какой-то полноценный сервис-деск, который бы не только контролировал, вовремя ответили на конкретное обращение, но и, собственно, дальше, если мы проблему жителя не можем решить в сроке ответа, установленные регламентами нашими, как минимум эта проблема остается на контроле, и мы ее дожимаем до успешного решения. Ну и понятно, что все сквозные системы, весь бэк-офис, вся инфраструктура дальше будут централизовываться. Вот для нас это главных пять принципов в части госуправления, вот как бы в целом это, наверное, то, чем мы будем руководствоваться. Следующий большой блок — это здравоохранение. Понятно, практически во всех регионах это уже региональная полномочия. Многие завершили поднятие этих полномочий с уровня муниципальных образований. Здесь для нас пять приоритетов. Начну с очень простого приоритета, с которым мы все сталкиваемся. Все эти медицинские приборы, которые работают, начиная от ЭКГ, томографы и все остальное, МРТ, вам выдают обычно такую распечатку на пленке или ЭКГшную ленту, все знают. Вот наша задача в течение трех лет полностью отказаться от бумажного или пленочного хранения результатов, в принципе, и хранить его исключительно в электронном виде. Это дает огромную экономию в расходах, потому что пленка, она дорогая. Для того, чтобы ее расшифровать, в общем, ее надо куда-то отправить. Не везде хватает специалистов, которые могут сразу расшифровывать. Поэтому для нас эта история выглядит так, что мы полностью переходим на электронное хранение всех результатов, всех медизображений с централизованной расшифровкой. Очень важная история медкарт. Медкарты пока живут очень ограниченно, только в блоке государственных медицинских учреждений. И, в общем, возможности жителей и вовлечения жителей в медкарты крайне минимальны. Наша задача номер один, в общем, перевести их в формат, когда каждый житель сможет давать доступ к своей медкарте любому врачу, в любом учреждении, в том числе, значит, не государственном, собственно, и чтобы он контролировал фактически внесение изменений в свою историю болезни. Потому что сейчас понятно, что даже на уровне прав доступа, в общем, авторизацию конкретный пациент на конкретную корректировку своей медкарты не дает. Ну и самое главное, что дальше надо полностью автоматизировать в рамках блокчейна выставление счетов заказа на услуги для того, чтобы не было приписок в медучреждении, чтобы страховые медицинские организации, которые экспертизу проводят, уже не отправляли специалистов, значит, которые смотрят, значит, первичные документы, а могли все это делать в онлайне за счет, там, технологии искусственного интеллекта, и они сэкономили бы много денег, и в целом бы для системы это принесло большие плюсы. Онлайн-консультации для врачей 100% вводим уже, это важная история, но причем вводим мы ее как платную услугу медучреждения, соответственно, предлагается, значит, пациентам подписаться на нее, и часть дохода от этой услуги будет выплачиваться врачу для того, чтобы его напрямую мотивировать, значит, эти услуги оказывать в такой упрощенной, удобной для жителей форме. Вот. Очень важная история, это все, что касается учета лекарств, значит, сейчас большой проект по маркировке есть, при этом все регионы закупают огромное количество лекарственных препаратов, значит, медицинских изделий, медицинских материалов, вот. Понятно, что они расходуются в огромном так же количестве, и в этом смысле частые ситуации, когда в цонаре, когда больной лежит в больнице, значит, ему говорят, вы знаете, у нас лекарства закончились, значит, вы купите нужное лекарство самостоятельно. Вот. Для того, чтобы как бы бороться с этой историей, в общем, надо внедрять более гибкие алгоритмы планирования закупок, и самое главное, что надо внедрять жесткие алгоритмы, как эти лекарства списываются в цонарах, потому что не всегда, в общем, здесь ситуация абсолютно прозрачна. Ну и понятно, что формируя первичные данные, значит, мы должны каким-то образом думать о том, как экспертно помогать врачам в постановке правильного диагноза, внедрять технологии второго мнения, когда серьезные диагнозы автоматически переподтверждаются, и технологии скрининга, когда условно, если набор факторов складывается на основе первичных данных, условно, какой-то тревожный, да, человека принудительно, значит, приглашают на проведение каких-то дополнительных обследований. Это наши приоритеты в здравоохранении, они тоже достаточно простые, мне кажется, с точки зрения понимаемой человеческой логики, но с точки зрения внедрения это будет, понятно, достаточно большая сложная работа. Блок образования. Для нас он начался с проекта все-таки, и начинается с проекта, как бы, любое внедрение новых технологий в образование, невозможно, пока учителя не станут сами частью этой системы, при этом все учителя, наш любимый пример, повышают свою квалификацию раз в три года, значит, в обязательном порядке, месяц тратят на то, чтобы ногами ездить в специальный центр повышения квалификации, это тоже ситуация общая по всей стране, значит, вот ногами. Поэтому мы решили так, что приоритетом номер один должно стать переход на полностью, значит, онлайновое повышение квалификации учителей через систему сквозного тестирования, с тем, чтобы понимать, где им требуется реально, что им интересно, где им требуется, и в этом смысле система повышения квалификации должна стать не разовой в три года на месяц, а непрерывной, постоянной, и в этом смысле полностью учителей на эти технологии переводить, а уже тогда учителя будут вынуждены это использовать, потому что де-факто это является подтверждением их разрядов и всего остального, и будут готовы уже к внедрению технологий более активной, значит, в учебе, в своей работе. Очень важная история про ЕГЭ, про то, что, в принципе, эта технология вошла плотно в нашу жизнь сквозного тестирования и 9, и в 11 классах. Мы сейчас реализовали технологию, которая на тех же самых принципах работает и позволяет делать независимую оценку качества обучения, начиная с 5 класса, раз в квартал по одному предмету, для того, чтобы понимать, насколько те оценки, которые ставят учителя детям, насколько они коррелируют в целом с единой сквозной методикой оценки. И, соответственно, это переходит в такую рутину, начиная с 5 класса, значит, также полностью по аналогии с технологией ЕГЭ коллеги сдают всю эту историю и, значит, готовы полностью к тому, что это просто становится обыденной частью их процесса. Электронные учебники, значит, любой регион скупает учебники, значит, наша задача довести в структуре закупок электронных учебников до 30%. В этом есть просто такая чисто рациональная история, потому что электронный учебник стоит дешевле, потому что нет расходов на логистику, доставку, печать и все остальное, поэтому за те же самые деньги мы сможем купить больше учебников. Единственное условие, что родители должны будут купить планшеты своим детям, и в этом смысле, если они подтверждают, то мы готовы полностью этим детям давать больше учебников, но в электронном виде. Есть мотивация для них это делать. То есть раньше он получал там 8 учебников, будет получать 12 учебников, но в электронном виде. Бумажный уже получать не будет. Следующая история для нас — это безопасность. Тема такая тоже суперактуальная. Все, что касается видеонаблюдения, понятно, есть пример Москвы с тотальным видеонаблюдением за счет средств бюджета. Мы, к сожалению, себе позволить такие расходы не можем, я думаю, как и большая часть регионов, поэтому вынуждены комбинировать разные способы. Вот сейчас мы запускаем программу у себя в области, когда мы говорим, что жители могут поменять домофон на домофон с видеонаблюдением, но при этом они должны провести это решение собрания собственников жилья и взять на себя дополнительные расходы на эксплуатацию, связанные с тем, что этот домофон будет выведен в общую систему и передавать туда видеопоток. В принципе, по нашим расчетам расходы на домофон взрастают на четверть, но это абсолютно дело добровольное. Те, значит, жители, которые согласятся, тем мы готовы профинансировать из бюджета замену домофона. Тем, кто не согласится, соответственно, нет. Вторая история для нас очень актуальна, и у нас очень много запросов на эту тему приходит от жителей, что жители готовы подключать свои камеры, если мы дадим им условно понятную среду хранения, обработки и доступа к данным с этих камер. В этом смысле жители говорят, мы готовы, у нас хороший интернет, мы готовы поставить камеру, которая будет смотреть во двор и которая будет смотреть в подъезд, значит, ну вы, пожалуйста, тогда где-то это храните и дайте нам доступ к этим записям. В этом смысле такая программа волонтерская скорее, но вот мы считаем, что в принципе она может дать насыщение там 200-300 тысяч камер за три года при такой программе мы рассчитываем получить без расходов на конечное устройство и на подключение, только на хранение. Понятно, что у нас есть куча регулированных видов деятельности, допустим, те же самые перевозки общественным транспортом, где мы просто будем жестко, в ультимативном порядке вставлять в качестве обязательного требования организацию видеонаблюдения. Ну и последняя история, она тоже будет больше всего развиваться, и мы в указе президентском это видим, что внедрение интернета вещей в транспорт, коммуналку, городское освещение, экологию. Для Московской области сейчас экология, значит, очень важный вопрос, поэтому мы здесь, наверное, будем самыми первыми, кто внедрит полноценную систему контроля качества воздуха, выбросов, в том числе, которая позволит нам гарантировать отсутствие рисков для жителей. Ну и последняя часть — это инфраструктура. В инфраструктуре, понятно, это полностью рыночная история, здесь возможностей нам каким-то образом корректировать бюджетно эту историю очень мало, но у нас есть куча инфраструктуры, которую мы готовы предоставлять инвесторам. Вот у нас есть система городского освещения, значит, которая у нас всегда находится на балансе муниципального образования. Вот мы сейчас будем запускать в сентябре проект по выбору инвесторов в 20 наших городах с населением больше 100 тысяч, которые поверх, значит, системы городского освещения построят свою кабельную инфраструктуру, значит, и будет на едином тарифе сдавать всем операторам ее в аренду. Значит, при этом только с этой кабельной инфраструктуры можно будет попасть на крышу дома, в этом смысле мы разберем немножко завал, но мы полностью не откажемся от захода через крышу, потому что, к сожалению, для Московской области, значит, это серьезная проблема, и канализация у нас все в собственности Ростелекома, и здесь нам достаточно сложно эту историю продвигать. При этом инвесторы получат в этих городах возможность менять опоры, значит, столбы городского освещения на опору двойного назначения в необходимом объеме для того, чтобы сразу плотность обеспечить для потенциальной инфраструктуры 5G. Уже мы ввели требование, что вся канализация, которая строится застройщиком новых многоквартирных домов, сдается на баланс города, и также потом по единым тарифам предоставляется всем желающим операторам попасть в эти дома. Значит, у нас есть свой большой оператор кабельных линий электроснабжения, 27 тысяч километров кабелей у нас в части обеспечения электричеством наших жителей находится на балансе регионального предприятия. Здесь мы говорим, ребят, значит, мы готовы сдавать по очень льготной цене подвесы к этой инфраструктуре, но при одном условии, что вы закроете, значит, удаленные населенные пункты, куда вам экономически невыгодно идти, значит, самостоятельно инвестировать деньги. Во все дороги, при строительстве всех дорог, предусматриваем строительство связной канализации по такому же принципу, с последующим свободным доступом всем операторам на основе единого тарифа. Ну и в целом у нас, как бы, идет работа с управляющими компаниями для того, чтобы в каждом на квартирном доме было не меньше трех операторов. В основном это такая ручная история, потому что пока федеральной нормативной базы нет, которая позволит нам как-то это все упростить. Но мы, значит, вели некоторые требования, рекомендованные, и в том числе в рейтинге управляющих компаний это оценивается по отдельному показателю. Ну вот в целом пять направлений, пять приоритетов по каждому. Ну, значит, думаю, что федералы сейчас точно что-то внесут дополнительно сверху. Но пока вот это наша программа, по которой мы будем двигаться. Спасибо. Спасибо.